Все прибывающие в Россию из других стран должны будут проходить обязательный 14-дневный карантин. Соответствующее постановление подписала глава Распотребнадзора Анна Попова. Документ опубликован в интернет-портале правовой информации. Эта мера будет действовать во всех регионах. Все прибывающие в страну должны сообщить об этом на специальную горячую линию. Доложить о времени приезда и с какой стороны прибыли. Кроме того, требуется оставить свои данные. Появилась информация о случаях мошенничества на теме коронавируса. Как сообщила главврач Центра гигиены и эпидемиологии Республики Башкортостан Анна Казак, по квартирам ходит группа аферистов, которые за деньги обязывают хозяев провести дезинфекцию. При этом мошенники прикрываются именем официальных ведомств. Ни Министерство здравоохранения, ни Центр гигиены и эпидемиологии не предлагают такие услуги, подчеркнула Анна Казак. В Уфе сняли клип в стиле рэп, посвященный соблюдению ПДД. В записи песни «Безопасный путь. Весна 2.0» приняли участие сотрудники ГИБДД Ильдар Исханов, экс-кандидат в главы Башкирии Владимир Кобзев, вице-мэр Уфы Алина Сулейманова, блогер Владлен Окунев, телеведущий Эмиль Зиенгиров и карикатурист Камиль Бузыкаев. Песня посвящена соблюдению правил дорожного движения и призывает пешеходов и водителей быть внимательными на дорогах. 24-летний водитель грузовика чудом выжил в столкновении с КамАЗом. По информации ГИБДД Республики Башкортостан, пострадавший отделался лишь легкими травмами. Авария произошла на трассе Уфа-Оренбург. Водитель грузовика, двигаясь в направлении Уфы, сталкнулся с ехавшим впереди КамАЗом. С прицепом, за рулем которого находился 30-летний житель Стерлибашевского района. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Начато разбирательство. В Уфе неадекватного мужчину едва не переехал пассажирский автобус. Он решил залезть под колеса транспорта, который высаживал пассажиров на остановке. Водитель внимательно проследил за посадкой людей в автобус и хотел уже двинуться с места. Но коллеги из встречного автобуса вовремя предупредили шофера о нештатной ситуации, что помогло избежать трагедии. Водитель сообщил о дорожном инциденте в полицию.